Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Анна Клыга. Сегодня в программе. На границе. Жизнь замечательных людей. Школьники стали участниками викторины об известных личностях и событиях. Профессиональное мастерство. Чемпионат среди студентов стартовал в Уссурийске. Парад воздушных змеев. Необычную акцию устроили на синих ветрах. Сказки на пленках. Новое развлечение для детворы придумали в городском музее. Особый противопожарный режим действует в Уссурийском округе. Наша территория попала в число 28 районов Приморья, где усилили запреты и меры безопасности. Из-за сухой и ветреной погоды возросло количество палов травы и возгораний в лесах, которые могут дойти до сельских территорий. Чтобы такой чрезвычайной ситуации не произошло, в округе ужесточили правила обращения с огнем. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры или сжигать мусор, в том числе на огородах, проводить там пожароопасные работы. Рекомендуется расчистить свою территорию от сухостоя и отходов и обеспечить запас воды. Контрабанду крупной денежной суммы пресекли уссурийские таможенники. В пересчете на иностранную валюту гражданин Китая намеревался ввести в нашу страну 22 тысячи долларов. Однако попытка провалилась. В пункте пропуска Полтавка инспекторы досматривали туристов. При сканировании дорожной сумки жителя Поднебесной обнаружили пачки денег. В ходе разбирательства выяснилось, что крупную сумму мужчина везет просто так. О необходимости декларирования купюр не подозревает, а нормы и законы знать не должен. В багаже оказалось более полутора миллионов рублей, что в переводе на иностранную валюту составляет свыше 22 тысяч долларов. А это в два раза превышает сумму, которую разрешено ввозить или вывозить без оформления специальной декларации. В отношении нарушителя возбуждено административное дело, купюры изъяты. В перспективе горе-турист заплатит штраф от половины до двукратной величины той суммы, которая задержана. Творчество, знания и командная работа объединились в марафоне для школьников «Твои возможности». Дети третьих и четвертых классов изучили много информации об известных людях и первой печатной газете России, а потом проявили себя в нескольких этапах конкурса. Каких, смотрите в сюжете. В образе царя себя отлично чувствует ученик 29-й гимназии. Парень не просто так перевоплотился в известного русского правителя, а для творческого марафона «Твои возможности». Каждый год организаторы предлагают участникам разные темы. В этот раз соревнования посвятили юбилею газеты «Ведомости», которая появилась при Петре Первом, и 90-летию серии «Жизнь замечательных людей». Информации было достаточно много. Учителя выдавали листы за листами, потому что как ЖЗЛ, ко всему надо подготовиться, много информации. Достаточно тяжело было подготовиться, запомнить такой большой объем текста. Но мне понравилось. У нас создали группу, нам туда информацию скидывали, и мы учили. Когда мы учили стихи, мы в голосовое сообщение записывали, там стихи, а потом мы приходили в школу, репетировали. Дети третьих-четвертых классов подготовили визитку и усвоили много информации по теме. Причем знания оказались далеко за гранью школьной программы для этого возраста. У нас одно только задание домашнее идет, а все остальное они сделают здесь. И мы смотрим, насколько дети готовы выполнять проектные задачи, как они ориентируются, как они на сцену выходят. Не дома подготовленные, а здесь, именно здесь и сейчас решают задачи. Я думаю, это очень важно для детей. Все знания пригодились для второго этапа конкурса – интеллектуального. Какие вопросы попадутся командам, не подозревали ни участники, ни их педагоги. Пришлось решать задачи быстро и сообща. Мы пришли к одному единственному мнению, которое нужно было вписать. И мы вписали это мнение, и все ребята были не против, так как мы все согласовали это. И третий этап – творчество в чистом виде. Школьники рисовали стенгазеты об известных людях и событиях, а потом презентовали свои результаты жюри. По итогам всех испытаний выбрали лучших. Из девяти команд округа первое место разделили дети из 14-й школы и 29-й гимназии. На второй строчке ученики школы номер 24, третьи – участники из 32-й. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Новости продолжит рубрика «Телеконсультант». Сегодня узнаем тонкости оформления выплаты из средств материнского капитала. С этого года изменились правила предоставления такой меры социальной поддержки. У нас в семье родился первый ребенок. Я слышала, что мы уже сейчас можем воспользоваться частью средств материнского капитала. Подскажите, так ли это и о какой сумме идет речь? С 2023 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. Изменились правила предоставления ежемесячной выплаты. Если раньше выплату из средств материнского капитала родители могли оформить только на второго ребенка, теперь эти деньги могут получать семьи с невысоким доходом на любого ребенка до 3 лет, независимо от очередности рождения. Если среднедушевой доход семьи составляет не более двух прожиточных минимумов на душу населения. Комплексная оценка нуждаемости при этом не проводится. Сейчас в Приморском крае более 3,5 тысяч семей направили средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты. А в этом году отделение Социального фонда России по Приморскому краю приняло уже 2,692 заявления на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. 1,819 из них уже одобрены. Размер выплаты составляет 100% прожиточного минимума для детей в регионе. В Приморском крае это 18,210 рублей. Выплату можно получить одновременно с единым пособием. Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно через портал Госуслуг, многофункциональные центры МФЦ «Мои документы» или клиентские службы отделения Социального фонда России по Приморскому краю. Если заявление подано не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется с месяца рождения. В остальных случаях она назначается с месяца обращения. Выплата устанавливается на год, но на срок не более чем до достижения ребенка возраста трех лет. Информацию по всем вопросам, касающимся федеральных мер социальной поддержки, можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800 6 миллионов. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Всероссийский чемпионат. Уссурийские студенты принимают участие в профессиональном соревновании. Всемирный день птиц. Экологическому празднику посвятили парад воздушных змеев. Вспоминаем советское прошлое. Диафильмы для детей показывают в Уссурийском музее. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Открытие регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству прошло в Уссурийске. Конкурс продлится до 9 апреля. Студенты Железнодорожного института будут выяснять, кто лучше овладел специальными навыками. На событии побывала наша съемочная группа. В актовом зале Приморского железнодорожного института праздничная атмосфера. Песнями, танцами и напутственными словами здесь открыли региональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы. Соревнование создано для того, чтобы привлечь молодежь в производственную сферу. Много, наверное, студентов, учащихся, хотят быть управленцами, хотят управлять, руководить. Но именно этот конкурс готовит и предрасполагает участников и студентов и даст показательное выступление тому, что можно не только управлять, а создавать, производить. Студенты Железнодорожного института будут соревноваться по трем направлениям. Каждым – своя группа экспертов, которые проследят за работой и безопасностью участников, оценят выполнение практических специальных заданий. В каждом модуле задания по профессии, по специальности. Сначала они должны будут составить схему на чертеже, то есть спроектировать ее. В дальнейшем они должны будут составить монтажную схему, спланировать сбор данной схемы, собрать ее на стенде и подключить, продемонстрировать работоспособность того, что они сделали. Это большая возможность. Даже в последующем трудоустройстве мои работодатели будут видеть, что я участвую в таком большом конкурсе, тем более он связан с организацией движения, и это немаловажно. По итогам выполнения заданий лучшие конкурсанты поедут в Нижний Новгород для участия в национальном этапе, победителем которого гарантировано трудоустройство по специальности. Парад воздушных змеев прошел на семи ветрах. Эту акцию школьники Уссурийской и Тавричанки посвятили Всемирному дню птиц. Как взмывали в небо самодельные беспилотники, наблюдал Евгений Михайлов. Солнечный день на этой поляне выдался еще и ветреным. Что оказалось кстати для всех, кто пришел сюда запустить первые беспилотники, которые изобрел человек. В начале своей истории такие планеры использовали в военных и научных целях. Этот парад воздушных змеев посвятили Всемирному дню птиц. Парад змеев. Зачем мы это делаем? Популяризация воздушных змеев вместо воздушных шаров запусков и китайских фонариков. Мы пробуем все, свои силы, многие делали в первый раз. Наша дружина, природоохранная, тоже впервые делала сегодня змея. Что-то взлетело, что-то нет, но ничего страшного, мы помогаем друг другу. Все запустили змею. Всемирный день птиц появился почти 30 лет назад. Тогда экологи решили привлечь внимание к проблемам, которые создают воздушные шары и китайские фонарики. Были случаи гибели пернатых, которые запутались в лентах и веревках. А из-за бумажных конструкций с огнем внутри случались пожары в лесах. Поэтому воздушные змеи считаются безопасной и экологически правильной альтернативой таких атрибутов праздника. Приделали к своему самолетику рыболовную леску. Она намного длиннее, чем покупная, и у меня получилось полностью ее размотать. Но потом самолетик начал улетать в деревья и в соседние дома. В итоге теперь соседи в плюсе на 350 рублей и 80 метров лески. Кроме уссурийских школьников, на поляну заглянули и гости из Тавричанки. Мальчишки и девчонки приморского поселка неоднократно участвовали в экологических акциях. Вот и сейчас прибыли во всеоружие. Мы принимали участие в конференции. Она была связана с экологией. Мы рассказывали, как улучшить урожайность почвы. Воздушных змеев сами делали или успешно где-то приобретали? Воздушных змеев мы делали сами. Вот сами. Все. А из чего делали? Из бумаги, палок, рафана. Всем классом, наверное? Да. Последнюю ночь до поездки, да? Да. Уже в этом месяце организаторы вместе со школьниками примут участие в субботниках. Мусор уберут с территории парков и водоемов. И про птиц мальчишки и девчонки тоже не забудут. Лето пернатые обитатели будут встречать в новых скворечниках. Евгений Михайлов, Алексей Максимов, Телемикс. Яркие картинки ожили в городском музее. Проект «Сказки на пленках» запустили для детворы. Для подрастающего поколения крутят диафильмы, а после устраивают тематические игры. Первый показ истории «Три поросенка» посмотрела и наша съемочная группа. Дверь щелкнула перед самым болчьим носом. Максимально по-домашнему уссуристская детвора смотрела сказку «Три поросенка». Фильмоскоп из фонда музея вместе с пленками решили использовать по назначению. Темная комната, иллюстрации из известных произведений и рассказчик, который читает слова героев. Знакомит юных гостей с популярным развлечением 20 века. Просмотр диафильма в то время был семейной традицией, а кто-то по титрам на пленке учился читать. У меня даже сохранились диафильмы все. Внучки иногда показывают, я ей 4 года. Просто с мамой приехали. Это любимое место, куда я всегда хожу. Диафильмы – это иллюстрированный рассказ от 30 до 50 слайдов. Со временем этот способ смотреть сказки. Вытеснили видеокассеты с проигрывателями. Но старый советский формат оказался интересным для современных детей. За кадрами следили внимательно. Но только просмотром встреча не ограничилась. Им предоставляется домашнее задание, когда они с родителями смогут дома поработать и еще раз закрепить данный мультик, который просмотрели. И каждому диафильму будет еще творческое задание, которое они будут выполнять в самом музее. Сегодня на закрепление и знакомство, так как дети все разные, ну и они не знают друг друга, они будут строить один общий домик. Все места на первую встречу проекта «Сказки на пленках» разлетелись задолго до премьеры. Теперь идет набор гостей на новые посиделки. Просмотр диафильмов запланирован на 9 и 30 апреля. Но стоит учитывать, что вместимость зала Уссурийского музея ограничена. Нужна предварительная запись. Концерт ко дню единения народов России и Беларуси подготовили в детской школе искусств. Сегодня прошла генеральная репетиция, а уже завтра в 15.00 все желающие смогут увидеть праздничную программу. О том, что ждет зрителей, далее в интервью. Ежегодно по традиции, сложившийся в Уссурийске, проводится день, посвященный единению народов Республики Беларусь и России. И в этом году по традиции мы проводим этот концерт, проводим его в рамках праздника двух народов. И в этом году мы его проводим концертом с участием белорусов и учащихся музыкальной школы нашей, для того, чтобы показать как народные белорусские произведения, так и русские народные. На концерте будут участвовать белорусы, конечно, с белорусскими песнями, вокальная группа вербенная. И дети вот нашей музыкальной школы, которые покажут от народного творчества, от самых маленьких до больших. То есть покажут все виды творчества, которые преподают в нашем училище. Это всегда большой праздник, и мы приглашаем, конечно, всех граждан нашего города в этот день посетить этот концерт. В Уссурийске начались тренировки, которые посвящены 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С завтрашнего дня в городе ограничат движение автотранспорта. С 14.30 до 18.00, 5.00, 7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 и 24.00 апреля будет перекрыта улица Целинная в границах от механизаторов до Новонекольского шоссе. Пока это все новости. Наши сюжеты вы можете пересмотреть в социальных сетях и на сайте телемикс.тв. Там же доступен и прямой эфир телеканала. Актуальные новости от корреспондентов, развлекательные программы, художественные фильмы и сериалы, документальные проекты. Все, что есть на канале Телемикс, есть и в сети. Сегодня в студии работала Анна Клыга. До свидания.